Сегодня всемирный день борьбы с торговлей людьми. По данным ООН, 50 миллионов человек находятся в рабстве. Несмотря на законодательный запрет, эти цифры не уменьшаются, а даже наоборот растут. Почему так происходит, разбиралась моя коллега Райхан Серикова. Проблема торговли людьми актуальна во всем мире и занимает третье место по объему криминального дохода после продажи наркотиков и оружия. Причем больше половины всех случаев подневольного труда и четверть всех принудительных браков приходятся на страны с уровнем дохода выше среднего. По данным правозащитной организации WorkFree, в первую пятерку антирейтинга вошли Индия, Китай, Пакистан, Пангладеш, а также Узбекистан. При этом, по словам экспертов, мигранты сталкиваются с трудовой эксплуатацией в три раза чаще обычных работников. 50 миллионов человек живут в условиях современного рабства. Они сталкиваются с лишением свободы. Это принудительный труд и браки, долговые ямы, незаконное использование в качестве домашней прислуги. Мигранты подвергаются жестокой эксплуатации в течение нескольких месяцев, не получая никакой заработной платы. Одной из основных причин, по которой люди попадают в неволю, является долговая кабала. Наиболее распространенными формами торговли людьми являются сексуальная эксплуатация и принудительный брак. В основном, в них привлекают женщины и детей. По данным экспертов, на сегодня число невольников достигло 22 миллионов человек. 85% из них – девочки-подростки до 15 лет. Зачастую это происходит в странах с патриархальными взглядами и традициями. Широкое распространение имеет такая практика в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в арабских странах. Преступления, связанные с торговлей людьми, часто не придают огласке огромную роль. В этом играют вооруженные конфликты и бедность. С учетом этого, мы должны во всех стратегиях борьбы с торговлей людьми исходить из стандартов прав человека. Пока что применение норм международного гуманитарного и уголовного права человека остается на низком уровне, призывая все страны и международные организации принять меры. Простые товары, происхождение которых, как правило, мало кто подозревает, часто создаются в условиях принудительного труда. Последние годы – это в основном сферы парфюмерии и производства электромобилей. По статистике ООН, к труду привлечен почти каждый десятый ребенок в мире. Бесплатные работники задействованы в основном на этапах сбора, добычи сырья и стадии изготовления. Сама же незаконная деятельность, по оценкам Международной организации труда, ежегодно приносит преступным группировкам больше 200 миллиардов долларов. Продолжение следует...